Владимир Ростиславович, в рамках нас проекта «Культура» предусмотрен большой объем инвестиций в развитие инфраструктуры в регионах, в небольших городах, отдаленных от центра. Не возникли ли проблемы с кадрами? Не такой уж большой объем инвестиций, нам бы хотелось больше. Главным образом мы делаем упор на реновации, реконструкции и капитальном ремонте имеющихся учреждений культуры, домов культуры, закупка автоклубов для удаленных районов и строительство небольшого числа центров культурного развития по регионам. Проблема с кадрами была всегда. Вопрос не количества кадров, а качества. С количеством кадров никаких проблем в культуре нет. По многим специальностям мы видим, откровенно говоря, переизбыток кадров. Люди, получив образование, в том числе и бесплатное образование от государства, не могут найти себе применение. Но вот качественных кадров не хватает. Именно поэтому в нас в проект культуры интегрировали отдельный блок, переквалификация имеющихся преподавательских составов. Фактически до половины преподавателей и собственных работников учреждений культуры сможет в рамках этой программы пройти дополнительный курс повышения квалификации. По поводу финансирования. Вы сказали, что нельзя говорить о том, что это большое количество средств. А средств, предусмотренных в рамках нашей проекта, хватит для достижения цели или нет? Вы знаете, не хотелось бы уподобляться тем чиновникам, которые всегда жалуются на нехватку средств. И что касается Министерства культуры, то это было просто традицией начинать разговор с того, что денег мало, плачь Ярославного это называли. Поэтому ничего сделать не удастся. Мы живем в реальном мире. Мы исходим из реального объема тех средств, которые государство может потратить на поддержку культуры. Эти средства не самые маленькие. Культура финансируется и должна финансироваться из разных источников. Не только из бюджета. И не только из бюджета государственного или муниципального. Обязательно критерием эффективности работы учреждений культуры у нас сейчас является возможность привлечения дополнительных частных средств, привлечения внимания посетителей, продажи билетов, условно говоря. Поэтому сидеть и только завывать на тему того, что денег мало, это подход неконструктивный. В одном из своих интервью вы говорили о том, что Министерство культуры долгое время работало над повышением эффективности в этой области. А сейчас в приоритете доступность. Не получится ли здесь, что доступность станет в ущерб эффективности? Это условное разделение. Просто в предыдущие 6 лет работы мы действительно требовали от руководителей учреждений культуры динамики, темпов увеличения посещаемости музеев, театров, наполнения залов, повышения доли российского кино. То есть мы требовали по максимуму использовать те возможности, которые государствам были предоставлены, чтобы культура, те имеющиеся учреждения культуры были по максимуму заполнены зрителями. В общем, результат определенный есть. В целом, например, по музеям посещаемость выросла на многих направлениях в два с лишним раз. Доля российского кино тоже увеличилась за 6 лет вдвое. Это такой эффект экстенсивного роста за счет просто жесткого менеджмента и смены приоритетов. А вот что касается доступности, это другая тема. Мы теперь хотим, чтобы культура стала ближе к потребителю, чтобы детские театры не росли ценные, чтобы театры как можно больше гастролировали. Эту программу детских гастролей, вообще гастролей театров мы создали и развиваем. Чтобы выставки были не только в центре крупных мегаполисов, но и путешествовали по стране. Мы ставим задачу строительства и реконструкции сельских декан, например. Воссоздание кинотеатров малых городов. Поэтому следующие 6 лет пройдут под лозунгом сделать достижения нашей культуры более доступными.